всем привет добро пожаловать в новый влог он будет домашним мы сидим уже кстати вторую неделю и когда это все объявили мне казалось что спустя несколько дней вот этого домашнего заключения мне захочется кого-то прибить у меня начнется нервный тик и вообще я сама изобрету вакцину но таких ощущений нет пока что все нормально и вот тьфу 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 мальчишки ведут себя нормально и можно что-то сделать по дому наверное потому что у них уже такой возраст и потому что они все-таки вдвоем там то дерутся то развлекаются у нас будут продлевать карантин пока что вроде до 12 апреля насколько мне известно нормально совсем справляюсь правда график у меня довольно странный потому что я работаю в основном по ночам так как днем я с детьми там постоянно что-то нужно приготовить на завтрак обед и ужин полдень и так далее целый день у плиты к счастью я люблю готовить вот и сначала томик сказал что он не будет ездить на работу но у него были проекты которые он не мог оставить вот просто без присмотра и не поехать в офис работникам офиса не разрешали брать home офис потому что это компания где есть хозяин он сидит на месте и он сказал что у них также есть производство они делают и перчатки также мусорные пакеты и как это будет да что люди которые работают на производстве продукции на фабрике они придут а офис типа отсиживаются дома как это так поэтому он сказал что все должны ездить но ситуация немножко изменилась я не знаю что будет с производством но та работа на которой томок раньше был где он проработал 16 или 17 лет там заразился один человек и сейчас всех распустили и весь офис сидит на жестком карантине нельзя ни с кем контактировать нам же можно выходить на улицу но если есть острая необходимость и так как произошла вся вот эта ситуация у их коллег вчера у них была экстренная телефонная конференция все это делается для профилактики и томик с понедельника также остается дома вот такие дела но так по-прежнему без паники также в инстаграме я спрашивала у вас по поводу кофемашины сейчас а другому вообще да какую используете вы довольны ли вы какая модель и вы мне столько всего насоветовали и большинство моих зрительниц моих читательниц в инстаграме говорили что марка де лонги очень классная еще присматривалась бренду юра и у меня у мамы также до лонги и я остановилась на ней вчера заказала вечером теперь жду не дождусь вот знаете когда всю жизнь живешь без кофе машины и все нормально а потом покупаешь и прям горит ждешь курьера от этого заветного звонка в дверь сейчас когда кто-то не приезжает я прошу оставить посылки и все остальное на пороге чтобы просто не контактировать с другими людьми вижу что у меня отрастают ногти буду делать их сама хотя салоны красоты у нас как мне говорили девчонки не закрыты то есть если только хозяин решит или хозяйка что они закрываются для профилактики опять же то тогда да но вообще у нас можно сделать маникюр постричься я же предпочитаю сделать сама тем более у меня неплохо получается решила навести порядок в нашей ванной комнате и только гляньте на эту орхидею она миниатюрная то есть сами по себе цветы гораздо меньше и ей здесь явно нравится здесь так и остается такой переполох на неопределенное время сейчас поделюсь с вами самой главной ошибкой но одной из в нашем ремонте в ванной комнате на самом верху мы поставили сантехнику бренда церсонит я не говорю о всем-всем но если увидите конкретно эту то у вас должна загореться красная лампочка и ни в коем случае не покупайте во первых это неудобно подробнее расскажу с той стороны где находится ванная но спустя всего два года здесь что-то начало протекать томок в домашние дела типа там что-то починить не силен и все что касается сантехники раньше в моем детстве и вообще все время у нас сделал папа томок за это даже не берется но нельзя быть вот знаете специалистом во всем сейчас конечно к нам не придет ни один сантехник мы переждем это время и так и оставляю здесь небольшой беспорядок эта подставочка в виде месяца иногда также вас интригует в моих видео ее мне когда-то прислали то ли из ла рош пазе какой-то пиар рассылки то ли от скин сьютиклс я получила ее она очень классная керамическая и сюда я складываю всякую мелочевку также здесь постоянно лежит мой прибор для микротоков этой помадой я пользовалась вчера когда снимала видео часики сюда складываю сережки а и одни и вторые кстати недавно пришли мне из алиэкспресс вот эти очень прикольные стильно смотрятся сейчас смотрю с какой а вот вот так не должны выглядеть очень классные и в магазине они стоили бы гораздо дороже я ждала свои посылки из алиэкспресс довольно долго месяца наверное полтора ничего не приходило а сейчас вот каждый день практически что-то получаю и вторые сережки тоже такие минималистичные очень круто смотрятся они застегиваются и выглядят как будто булавочки булавка замки очень нравится и оставлю вам ссылочки внизу а это моя ежедневная боль когда я хочу переключить воду из крана на душ это практически невозможно то есть для того чтобы поднять вот эту штуку нужно столько сил я даже несколько раз сломала ноготь и вообще дело даже не в ногтях иногда прошу тома к и с полотенцем стоим это все дергаем и так как здесь купаются и дети и я здесь мою голову невозможно пользоваться только краном или только душем и каждый раз это какая-то вы знаете вещь которая доводит тебя до безумия хочешь по-быстрому что-то сделать и не получается короче не советую это навела порядок в моей части комода буду показывать вам только ее утомок а там все очень скромненько сразу достану вот эту штукенцию в которой я храню ватные диски и ее нужно помыть а то она такая над воды просто немножко заляпанная это мои таблетки от аллергии когда она меня одолевает то на ночь принимаю одну-две таблетки здесь тоже небольшая аптечка всякие мази которые мне назначали от дерматита который появляется на фоне аллергии и вот это про топик я покупала и в украине в польше она была довольно долго недоступна очень хорошо мне помогла но при длительном использовании это еще даже не распаковывала тфу 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 сейчас все хорошо и это тоже вот для кожи головы сейчас храню здесь резинки очень классная вещь для ухода за телом прям на зиму или для очень-очень сухой кожи обожаю эти паттеры для тела от цераве также вот этот полегче лосьон benton для тела использую очень нравится легенький и ненавязчивый аромат кокоса здесь гораздо больше чем нужно вообще каждому человеку даже нескольким для повседневного ухода но так как я что-то пробую что-то использую на постоянной основе здесь периодически все меняется эфаклар дуо на всякий случай храню здесь же пилинг забыла вам о нем рассказать видео о бюджетном уходе я буду продолжать им пользоваться даже в теплое время года но очень осторожно и обязательно с spf это у меня масочка от марки виши она интересная двухсторонняя то есть здесь сухая тканевая маска а здесь вот сам концентрат я думаю что сегодня вечером как раз я воспользуюсь крем под глаза у дейзенберг ничего так ничего особенного вот пытаюсь его допользовать очень классная скатка для лица расческу достану как раз почищу мицеллярка там стоит тоник масла а это баночка для массажа который я немножко забросила вот нужно будет возобновить вот эта вещь настолько охлаждает меня сейчас что мне прям вечером сильно холодно с ней не могу ее использовать жду когда будет гораздо теплее вот эти штучки тоже достану я готова высказать свое мнение и вот видите как-то посвободнее стало кстати так многие из вас хвалили марку и не 3 что мне стало вдвойне интересно я сразу распаковала вот этот крем попробовала кстати он называется супер увлажняющий нежный бальзам и у него такая взбитая консистенция когда я немного подсоргла свою кожу случайно многие тоники и крема пощипывали и вот этим могла пользоваться без проблем и он действительно очень круто увлажняет в ванной у меня тоже есть своя полочка с какими-то масками это бальзам для до макияжа от фармаси честно говоря пока что не раскусила не поняла скраб от филарги буду пробовать дальше это вот на последний раз маска того же бренда кстати в руках у меня спонж я покупала его на и херби сейчас положу его в стирку прям стиральную машину и сразу же лежит второй чистый я удаляю им все масочки у нас довольно большая душевая кабина и в эту сторону практически не долетает вода поэтому у нас спокойненько стоит здесь вот такой стенд здесь же гели для душа что-то из уходовой косметики мужа мой гель для лица щёточка форео шампунь и кондиционер для волос маски скраб для тела для кремов я использую специальные лопатки вот эти две у меня попадались каких-то а эту я покупала отдельно причем я даже не знаю лет шесть тому назад наверное и вот когда я уже знаю что каждая из них я воспользовалась я потом хорошо мою их с мылом и они нужны для того чтобы не залезать в банку с кремом грязными пальцами и чтобы бактерии там не размножались это божественно вкусно ленивая шарлотка я уже практически закончила снимать для вас ролик что я готовлю чем я кормлю свою семью дождитесь там по-быстрому буду рассказывать что и как также делюсь какими-то своими секретиками и рецептами любимых блюд чтобы вам было удобно собрала это все в одно место я думаю что на днях выйдет обалдеть коротко о нашем карантине ребенку нужно рисовать до 12 часов ночи точнее разукрашивать а потом спим до 11 дня и на ты хоть выспишься что-то позитивное да зарко вырубился агнат разукрашивает доброе утро стараюсь регулярно проветривать все комнаты мы сейчас на последнем этаже погода какая-то такая нет солнца вижу у соседей был садовник поухаживали за всем распаковали цветы после зимы вот у нас у всех приблизительно одинаковые участки только у них побольше растения гляньте какая разница между ночными и дневными ролетами нити не другие не просвечиваются то есть соседи меня не видят но это пропускает свет а вот это нет и когда закрываю что сложно вообще разобраться когда просыпаешься день или ночь что происходит а 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 поиск все 10 часов утра я приготовила завтрак я вообще потихоньку превращаюсь только в кухарку это мое основное занятие за эти 10 дней Захар уже поел, и винашка все отсыпается. Сегодня у нас панкейки. Это не мой рецепт, оставлю вам все пропорции в инфобоксе. Они получаются очень такими воздушными, и каждый раз вообще с тестом никаких проблем. Рецепт у меня из термомикса. Также я сделала коктейль. Сначала вообще перемолола отдельно клубнику. Я люблю без ничего, без сахара. Мальчишкам сделала с бананом, с клубникой, с йогуртом. Просто обычным, натуральным. Еще добавила немножко ванильного сахара. По вкусу как растаявшее мороженое получается. Иду доедать свои панкейки. Кстати, всегда если что-то не получается, там типа неровный блин или еще что-то. Я сама это съедаю, я не знаю, это нормально, но я всегда так делаю. Утром продолжают уже вдвоем. Это мальчишкам подарила бабушка. Такие конструкторы, и на них вечно не хватает времени и терпения. И вообще они часто валяются. И никто их не складывает, а уж тем более не разукрашивает. А сейчас, видите, как классно появилось больше времени. И у мальчишек даже терпение откуда-то берется. Правда, Захар? Захар с удовольствием сидит и красит так осторожненько. Машинку он уже разукрасили. И теперь вертолет. Я не могу со своего Томака. Купил цветочки в пластиковых контейнерах, в маленьких. И некуда было их поставить. Не побежишь же в магазин за специальными какими-то горшочками. И вообще смысл. Поэтому он взял одну из моих любимых тарелок, которую я редко использую. И вот так поставила. Вы знаете, это так красиво выглядит. Правда, никогда сразу и не скажешь, что что-то они в тарелку поскладывали цветы. А патчи, которые я сегодня использовала, это тоже Benton. У меня накопилось очень много средств. Где-то за полгода нужно сделать отдельный обзор корейской косметики. И вот эти они на основе муциноулитки. Очень хороший, плотный гидрогель. И много эссенции. Красота-то какая. Храню их в холодильнике. Они очень хорошо увлажняют, восстанавливают кожу вокруг глаз. И осветляют ее. Несмотря на то, что я сижу дома, хочется быть красивой. И вот прилеплю и готовлю завтрак. Еще до начала всей этой ситуации я заказала несколько вещей на Золанду. Которые завтра собираюсь вернуть. Уже заказала курьера. Давайте я вам покажу, прежде чем я это сделаю. На этот бренд очень хорошие отзывы. Вы говорили, что у них отменное качество. Но есть одно но. Сейчас расскажу. Когда выбираешь что-то онлайн, то по фотографиям не видны некоторые моменты. Конкретно в этой модели ситуация такова. Вот это 38 размер. Но из-за того, что подошва как бы выходит за границы с самой обуви, то видите, они смотрятся очень большими. Это сейчас не особо заметно. Но поверьте мне, что на ноге они смотрятся как ласты. И 38 размер. Здесь полный 38. То есть мне нужно брать 37. А так, сами по себе, они очень аккуратные. Если вы высокая девчонка, то на вас будет смотреться бомбически. К сожалению, с моим ростом это, ну вообще никак. Вот прям смешно выгляжу со стороны. Поэтому возвращаю. А так действительно, выполнение обуви, вот качество, так как вы писали, очень хорошее. Все детали, мне нравится вот этот минимализм. Но модель не моя. Хотя, казалось бы, классика. Но нет. Вы знаете, они не совсем легкие. Прям ощущаются на ногах. Когда я выбирала базовую сумку, вы мне очень советовали бренд Котч. И кто-то писал, что в Америке с ним ходят пенсионеры. Кто-то говорил, что у них сейчас очень актуальные, классные модели. Особенно те, которые с короткой ручкой и с длинной. У меня именно такая. Я сейчас не стану ее распаковывать. Потому что так, как вам говорю, собираюсь вернуть. Она все-таки маловато даже для меня. При том, что я мало всего с собой ношу. Когда я одна. Когда с детьми, то еще больше. Вот смотрите, она довольно узкая. Хотя смотрится эффектно на фотографии. В жизни я этого не наблюдаю. И сюда, скорее всего, даже не поместятся салфетки. Какой-то такой увесистый кошелек. Или даже камера с телефоном. Я думаю, что будет влезать проблематично. Сзади есть кармашек. Также эта сумка продается с разной фурнитурой. С серебром или с вот таким состаренным немножко золотом. Смотрите, тоже есть один кармашек, который не застегивается. Один на замок и два отделения. Но даже так вы видите, что они не широкие. И высота сумки, ну я не знаю, сколько здесь, 12 сантиметров. Ну то есть она действительно маловато. И как-то за такую цену, я не знаю. Мне кажется, что это дорого. И нет. Мамошка. I love, I love, I love, I love, I love you like la, 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 la. Запасы заканчиваются Я Томаку сделала целый список продуктов того, что мне нужно Правда, он уже часть пораскладывал Какие-то... Мои инициативы Мясо, масло, какие-то творожки Что-то сладенькое, какие-то легкие закуски, печеньки для малышей Ну а так макароны, все остальное у меня есть Региональный хлебушек А, вот еще Томак купил ветчину, прям большой кусочек Но мы довольно редко ходим в магазин Может, раз в неделю Вся эта ситуация заставила пересмотреть некоторые моменты Я так благодарна Господу, что у меня двое детей Вы себе не представляете Порой ты думаешь, что это сложно Порой ты понимаешь, что это очень серьезная финансовая нагрузка на семью Но как же они друг с другом играются Они и дерутся Но все равно мне, как маме, гораздо легче Я, как и Томак, не вечная И очень хочется верить в то, что они будут опорой и поддержкой Вот таким самым близким человеком в жизни друг для друга Не говоря о высоком, у нас на обед сегодня драники Картоха всему голова Потому что можно и суп сварить, и запечь И также пюрешку приготовить И пожарить, и еще и драники сделать Вариантов масса Чтобы убрать избыток масла Я всегда все жареное Сначала выкладываю на бумажное полотенце Еще интересный факт, что в Польше драники делают толстыми Очень часто довольно большими В них иногда заворачивают мясо, прям гуляш Но я люблю так, как готовила моя мама Делаю такие тоненькие И также их едят, например, со сметаной и с сахаром Да, во всяком случае в Кракове довольно часто можно такое встретить И вы спрашиваете, откуда моя любовь к готовке У меня мама очень вкусно готовит Так что по наследству у меня передалось Ногти уже, конечно, не очень привлекательно смотрятся И мне кажется, что со временем гель-лак немножко потемнел Я не знаю, что это за фирма у меня сейчас на ногтях Потому что я делала у Алины Но я также купила себе два гель-лака Мы вообще с вами в инстаграме беседовали И многие из вас советовали марку Neon Nail и Luxio И, кстати, я проверила ценники У нас гель-лаки и Luxio довольно дорогие И вы говорили, что это все потому, что они реже всего вызывают реакцию Они очень качественные, хорошо держатся И их нюдовая коллекция, там такие все красивые цвета Я прям не могу Но себе я купила два гель-лака от марки Neon Nail Это польский бренд И говорят тоже, что на них практически нет аллергии Конечно, все очень индивидуально Но я попробую Вы также говорили, что эти нюды хорошо наносятся И взяла себе оттенок по вашим рекомендациям Вот этот-то второй Просто мне понравился на пробнике И они показались мне такими густыми, как я люблю Скорее всего, два слоя будут хорошо наноситься Но я это проверю в ближайшее время Потому что еще несколько дней И у меня будет какой-то ужас на ногтях Но может недельку еще прохожу А дальше придется все спиливать Вы говорили, что этот нюд нравится многим из вас У них цена такая же, как у марки Semilac Вот и сравним их по качеству И второй 75, 48 и 7 Я думаю, что как раз его накрашу себе в следующий раз И вы знаете, казалось бы, что все нюдовые оттенки похожи друг на друга Вот ничего подобного Мне больше идут холодноватые Вот как-то на контрасте с теплой кожей Сейчас это, возможно, незаметно Но поверьте мне, что у меня есть желтинка в реальной жизни Если даже сравнить мою руку с рукой Томака То я вообще желтушная Он какой-то розовый, как поросенок Ну а на этом мы с вами будем заканчивать Кстати, я так подумала, что обычно я выкладываю влог где-то один раз в две недели Сейчас они будут выходить чаще Но не будут по 40 минут, а скорее по 20 с чем-то И вы успеете посмотреть И не слишком затянуто, как мне кажется Но при этом постоянно будет какая-то актуальная информация Я надеюсь, что вам было со мной интересно Если да, то не забывайте поставить пальчик вверх Не болейте, берегите себя И давайте посидим дома, чтобы этот кошмар поскорее закончился Просто, чтобы мы все отсидели столько, сколько нужно Чтобы все это перебушевало, прошло Чтобы мы это забыли поскорее, как страшный сон Все, всех целую и обнимаю Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро